привет я продолжаю свои путешественнические заметки я нахожусь в абакане сейчас прилетела сюда из питера как сюда прилетела в новосибирск и поехала в путешествие на пять дней по хакасии на машинах мы проехали огромное количество километров уже еще впереди два дня этих этой езды я вся мне кажется просто в пыли я в образе лары кровь видимо вот моя дорогая подруга моется в душе вы можете это слышать наверное в общем заметки путешественника знаете так интересно наблюдать за происходящим со мной на этом на этой стадии эксперимента сейчас восьмой год восьмой год моего эксперимента с дизайном человека и очень интересно как начинает раскрываться знание своей механики например я у я летела в питер у меня есть три видоса на канале из питера я там их записывала счастливая невероятно тем что в питере обожаю питер ваша вот и я улетела в питер приняв это решение примерно дня за там ну три четыре пять где-то так дня за три я поняла что я хочу в питер мне туда надо мне туда жизненно необходимо очень потом просто я выбирала в какой день а я человек с авторитетом солнечное сплетение я напомню и я всегда пропагандировала что нужно ждать ясности ну минимум недель это неделя это вообще просто типами в моем случае ясность может приходить месяц может приходить полгода в случае канала 39 55 и 1222 потому что они мутирующие в центре солнечное сплетение который сам находится в процессе мутации и как бы вот там планирующая эмоциональная волна она может зависнуть на какой-то точке и планировать и пока вот но вот это вот не сделает тебе ясность не придет это такой а я не знаю что чувствую это может длиться полгода вполне вот вполне зная это о себе да то есть в моем эксперименте это было и было такое что я реально полгода просто не понимала опыт проживала и ну и а чувств до конца ясности мне не приходило то здесь случился другой опыт моего эксперимента с тем что ясность пришла ко мне вот вот буквально за 5 дней там до 35 хотя если честно знала я что мне лететь надо на выходных в пятницу сразу сразу где-то где-то в первый во второй день во второй наверное в общем уникальные какие-то совершенно случаи ясность пришла ко мне в ощущениях чего как я это чувствовал поскольку у меня канал 39 55 один из двух моих каналов в эмоциональных 2 35 36 так вот 35 этот контур индивидуальный контур знания внутренние знания поскольку он как может зависнуть и планировать так может и фигануть туда-сюда очень быстро соответственно и ясность может прийти по-разному моем личном эксперименте я вам это повторяю всем начинающим сейчас будет ремарочка всем начинающим эксперимент с дизайном человека нужно рассчитывать на длительную ясность минимум закладывайте неделю неделя минимум минимум неделя лучше месяц вот так вот так вот просто чтобы вы просто морально были готовы к тому что долго к вам ясность не придет потому что если вы ждете ясности через день у меня для вас плохие новости вы будете себя еще больше давить никакая ясность чувств к вам не придет в общем ко мне пришла ясность практически сразу но у меня же есть мозг у меня же есть ложный ум до ложная я и он начал меня всяко-разно с этой волны сбивать нас этой вот ясности точнее не с волны с ясности сбивать начал разными абсолютно способами но поскольку я уже в хорошей настройке с собой я чувствовала что что там не то что-то тут не то что-то здесь не получается что-то там не складывается вот это вот все но в итоге я знала что как бы все равно мне туда мне в питер мне в питер и мне в питер дома его путешествия в хакасию я понимаю в какой-то момент что мне нужно лететь в 5 что вот вот пятница идеально у меня то складывается это складывается вот это складывается вот это складывается и все как бы так идеальненько подходит к тому чтобы я вот улетела в эту 5 в пятницу я беру билет на пятницу и не беру обратный билет хотя конечно это было дешевле как потом оказалось нет я беру билет туда и это знаете ну то есть такое внутреннее это просто знание меня не мотала в эмоции эмоционально меня не штормила меня никак не включала у меня даже не было какого-то предчувствия у такого знаете будоражащего такого даже его не было я было знание знание что мне туда и я лечу все 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 я просто взяла и прилетела и вот это ощущение ясности она даже для меня новое это вам к тому что не ждите его от себя в первое время да не требуйте от себя многого не требуйте многого от себя подходите к изучению себя с вниманием и с терпением и с принятием так сказала возвышенно конечно если вы эмоционалы мандите злитесь ругаете ждите от себя что вы будете сразу все понимать ждите потом разберетесь главное экспериментируйте окей хорошо пускай у вас будут любые ожидания от себя главное продолжайте эксперимент и очень интересно было дальше когда я собиралась для собиралась я рассказала своей подруге вот этой вот которая там моется сашечка привет будет она смотреть это или нет в общем я рассказала ей а вот таких вот планах что я лечу и я не знаю когда я вернусь обратно в томска мне нужно было то есть представьте себе мы с ней едем из томска в новосибирск из новосибирска на машинах по хакасии хренову гору там кучу тысяч километров а я из томска уже в новосибирск прилетела улетела в питер улечу в питер и мне надо будет вернуться видимо опять то ли в новосибирск потом в томска новосибирск потом вот это понимаете да то ли в томск потом новосибирск потом вот это все равно вот это вот вот я говорю ей что ну я не знаю когда я вернусь она говорит мне а ты можешь ну возвращайся вообще венск сразу и оттуда мы сразу махнем для меня это была дикая идея абсолютно я не ожидала что я в питере задержусь надолго я думала что я дня на три то есть ясности не было у меня по обратному билету не было ясности не было туда была ясность обратно не было ясности и поскольку она спонтанный генератор то есть у нее этот господи отклик из селезенки сакрала в селезенку заговариваюсь она спонтанный генератор и она говорит давай собирай рюкзак я если что привезу тебе его из томска в новосибирск а ты прилетишь новосибирск и мы из новосибирска просто сразу поедем я такая конечно хорошая идея я конечно соберу рюкзак на всякий случай но чудо выглядит как-то звучит как-то странноватенько и чего вы думаете мое тело она знала что нужно собирать рюкзак потому что я я не последнее время я могу заставлять себя я могу я мастер заставлять себя что-то делать вообще всегда всю жизнь была на в последнее время последний год-два примерно я отвязалась от себя отстала от себя и теперь я делаю то что и ну как бы то что я чувствую что она идет сама чаще всего понятно что я могу себя уговорить что-то сделать без энергии но все же чаще я делаю то что идет сама и вот здесь я забрала собрала просто два рюкзака за отсутствие времени практически какой-то вообще микро период смысле я работала у меня было 6 консультаций с перерывами в полчаса там вот ну то есть и мне за это время в эти полчасовые периоды нужно было поесть собрать рюкзаки что-то еще понять что в эти рюкзаки класть собрать их это было забавно но я это сделал и это тоже и это тоже знак такой знак от моего тела что у него ясность есть она взяла и сделала действие собрало рюкзаки все и кстати и кстати я чуть не уехала не улетела в питер в начале недели ну типа в там какой-то во вторник или в понедельник чуть типа того и как я поняла что я хочу в питер что я такая блин какой-то бред вообще улететь в питер в начале недели типа с понедельника по среду вообще бред какой-то но я иду и собираю рюкзак собираю вещи то То есть вещи у меня частично были собраны еще с понедельника, на самом деле. То есть ясность пришла мгновенно практически. Хотя, конечно, только сейчас я понимаю, что это была она. Только сейчас я это понимаю. Там мне было очень неясно, очень было странно, но я наблюдала за своим телом. То есть у каждого из вас должны быть маячки того, как вы видите себя в моменте. По каким маячкам в моменте вы можете сделать вывод о том, что внутри вас происходит. Вот я вижу, что я собираю рюкзак. Я просто вижу, что я это просто делаю. А, ну ладно, хорошо, я поняла. Я поняла, я лечу в Питер. Вопрос только когда. В понедельник не сложилось, слава богу. Сложилось в пятницу. До пятницы я заработала денег. Я решила вопросик, я увиделась с дочкой, которая у бабушки просто на месяц каким-то чудесным образом оказалась. Потому что там тоже было все у меня лично под сомнением. А она оказалась с бабушкой на месяц. И дала мне возможность улететь. Я разгребаю свои дела, лечу в Питер. И только по прилету в Питер, и только когда я пишу в своем канале о том, что я, в общем-то, да, прилетела, мне пишет одна девушка из моей области. Типа вот есть Томск, да, вот область. Томская область. Вот здесь Томск, вот здесь Стрижевой город, Стрижевой. Между ними сообщение летом есть только на самолете или на вертолете. Потому что там болото, там не проехать, там нет дороги, там нет связи. То есть по области можно только летать. И она пишет мне, что у нее в Питере свадьба. Свадьба. Приглашает меня на свадьбу, а я не знаю, останусь ли я до шестого, а я прилетаю какого-то там, первого, первого, первого числа, июня. Я прилетаю в Питер или второго, второго, пятницу. Но я не знала, останусь ли я до шестого или нет. Да, второе, пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник. Да, второго я прилетаю. Зачем мне эти, да вот, да, детали. И потом мне пишет моя подруга из Финляндии, что с седьмого она тоже будет в Питере. А мы с ней не виделись в жизни ни разу. Мы с ней года три уже общаемся онлайн, созваниваемся, у нас любовь невероятная. Просто обожаю Полиночку. И мы не виделись никогда в жизни. И тут она в Питере. И я чудом в Питере. И у Кати свадьба в Питере. И мы виделись с ней в жизни один раз, с Катей, которой свадьба в Питере один раз физически. Мы в жизни виделись в Томске. А так мы тоже онлайн общаемся с ней года три. И я понимаю, что, ну, надо оставаться. Надо оставаться. Я начинаю организовывать план по доставке моего рюкзака. Всё получается. Понимаете? Всё складывалось. Я сейчас могу только об этом в итоге сказать. Всё сложилось каким-то вообще чудесным абсолютно образом. Вот так вот. И я всё равно это видео веду к ясности. Всё сложилось чудесным образом. Потому что была какая-то вот была ясность. Ясность была. В итоге она была. И я смогла её диагностировать по своим критериям, которые вам очень важно знать про себя. Очевидно, что вы можете прийти ко мне на консультацию за этими критериями. Ссылочки в описании. Или вы можете прийти ко мне 13 июня на прямой эфир. Спросить в прямом эфире об этом. И я вам это расскажу, а вы мне скинете донат в подарок, как подарок на день рождения. Потому что 13 июня у меня день рождения. И я буду вот эфир приводить. Я собираю на подарочек себе на день рождения. Мне очень нравится эта затея. Вот. Что ещё, что ещё я хотела вам сказать. И в итоге. Помните про билет на самолёт? История, что дешевле было бы брать туда-обратно сразу билеты. Оказалось, что нет. Оказалось, что был чартерный билет, который вместо 9 косарей стоил 5. То есть почти что в 2 раза дешевле. И я была в восторге. Я до последнего думала, что может что-нибудь сорвётся. Я не улечу там что-нибудь. Ну чартер. Всё сложилось. Всё сложилось, всё в порядке. Я здесь. Я здесь. Я в этом путешествии. У меня сложилось всё. Я в восторге и в шоке. Я в шоке. Честно. И когда в моей жизни начало всё так складываться, когда я начала понимать свою механику, когда я начала замечать вот эти микроизменения в себе, эти сигналы, эти импульсы, эти знаки. Я начала их замечать, стала способна их трактовать и относительно них принимать решения. И у меня каким-то чудом всё сложилось уже. Там столько было точек. Ребят, там столько было точек, чтобы не получилось. Там было столько всего, чтобы всё пошло по звезде. Чуть-чуть вот там, вот где-нибудь, что-нибудь и всё. Нет. Нет. Я это... Сейчас Саша помоется, и я в душ пойду. Записываю вам просто как есть. Как из машины вышла, так и записываю. Вот зачем понимать свой авторитет. Вот зачем экспериментировать, вот зачем пробовать, вот зачем раздупляться и... Вот зачем всё. Чтобы то, о чём вы просто только вот мечтали, вот ну мечтали о том уровне удачи. А это удачливость? Удачливость? Слушайте, а я что, удачливый человек? Мне нравится. Это удачливость? Невероятная удачливость. Правильные люди на пути. Правильное время. Всё так складывается, так вот так, вот так складывается. Идеально. Да, там было много разных переживаний в процессе, да. Ну сложилось-то всё классно. Вот. Вот это награда за ясность. За решение по своему авторитету. Вот она. Вот она награда. У вас начинает всё получаться так, как вам кайфово. Так, как вам нравится. Мне нравится вот так вот неистово, спонтанно путешествовать. И вот такие вот штуки делать. Вам может нравиться что-то такое. Сейчас, минутку. Всё. Пора мне мыться, идти. Такие вот у меня заметки путешественнические. Пишите комментарии, что вам откликнулось. Было ли вам что-то полезно. Потому что я просто поговорила 18 с половиной минут. И всё. Но я думаю, что что-нибудь вы уловили из моего спича. Что-нибудь полезное. 13 июня приходите на прямой эфир. Или просто скидывайте донат у меня на день рождения. Мне будет очень приятно. Я собираюсь себе на подарок. К 30 годам. Мне 30 лет. Вот. С вами была Вика Манифестер. До новых встреч. Пока.